Дед Мороз, царица, Бэтмен, пираты и другие сказочные персонажи вышли на лёд. Под звуки скользящих коньков, громкий смех и популярные хиты на Ринмарце встретили Старый Новый Год. В окруженной столице стоялся ежегодный балл «Маскарад» на ледовой арене, а встала на коньки наша съёмочная группа. В непривычной для себя роли сегодня выступает Александр, он же Бэтмен, он же хоккеист. Будущий чемпион впервые встал на коньки в 4 года и уже 6 лет занимается в хоккейной секции. Я думаю, что надо проводить время активно, не лениться, заниматься спортом и не лежать на диване и смотреть телевизор. Ещё одна героиня сегодняшнего балла «Маскарадо», которая любит активно проводить своё время, очаровательная Лера. К сегодняшнему мероприятию девочка подошла творчески. Вы сегодня в костюме кого? В костюме кошки. Кошки, кто тебе костюм делал? Ну, я рисовала тётя и из подручных материалов, юбки, жилетки мы сделали костюм. А почему кошечка? Ну, просто взяли костюм кошки. Лера не из ленивых. Помимо катания на коньках, занимается и другими активными видами спорта. А ты, может быть, каким-то спортом занимаешься? Да. Каким? Танцами. Танцами. Ну, ты не из ленивых, девочка? Ты любишь активно время проводить. Что бы ты сказала тем, кто предпочитает сидеть дома перед телевизором, на диванчике? Как? Дай им совет. Ну, надо проводить жизнь активнее. Не надо лениться. А почему? Ну, активная жизнь – это веселее, чем просто сидеть дома. И фигура всегда будет подтянута, да? Достойный пример для подражания и начала занятия активными видами спорта Наталья Антропова. Завсегдатой массовых спортивных праздников. Вот и новогодние каникулы Наталья проводила активно. Как говорится, с пользой для здоровья. Первый день Нового года. Мы уехали в Тундру. Была шикарная погода. С друзьями мылись в бане, купались в снегу. Ходили, гуляли, смотрели окрестности. 2-го числа вернулись и активно проводили время. На катке, на лыжах. Ходили на различные мастер-классы. Как первая рабочая неделя после каникулы? Вы знаете, если активно проводить новогодние праздники, то не ощущается никакого дискомфорта, нет никакой лени. Если посещать постоянно спортзал, нет, у меня очень все хорошо проходит. Надо брать с вас пример. Конечно, берите с меня все примеры. Затем, как катаются опытные фигуристы, можно смотреть часами. Но почему бы и самим не выйти на лед? Вера выходит на лед. Давай, пошла. Тут дети, конечно. Давай, давай, давай. Давай, пока людей посними. 2019 год объявлен в Ненецком округе годом здоровья. И сегодня массовые катания. На открытом катке хороший повод для каждого из нас начать активный здоровый образ жизни. Особенно это касается тех, кто новогодние праздники провел пассивно за столом, поедая оливье. Открытый каток на стадионе «Дюцледер» начал работу с 3 января. Приветливо встречают тех, кому новогодние салаты надоели уже в первые дни наступившего года. У нас посетило за новогодние праздники порядка 400 человек. Это здесь и в Искателях тоже порядка 200 человек. То есть жители, кто хотел кататься, покатались. Все это было. Но единственное, 5-6-го была температура низкая, ветер. Было меньше народа, но все-таки было. Каток «Дюцледер» и пункт выдачи коньков открыты 5 дней в неделю. Ровно столько же дней в неделю у каждого из нас есть возможность изменить свой образ жизни и заняться спортом. Главное, чтобы было желание. Ирина Никешина, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова